Девчонки 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 А в это я не поверю никогда в жизни Вот, его жена тоже не поверила Коль, а какие опыты-то они над ним проводили? Ой, какие, какие Царапали спину, брызгали духами И мазали губной помазой Бедный друг Спасибо А ты знаешь, Алсу У моих знакомых пёс недавно научился Ходить в туалет Прямо как люди Вот они обрадовались, наверное Я не понимаю, честно говоря, чему радоваться что пёс сидит теперь целыми днями в туалете с газетой и с планшетом. Понятно. Иногда люди готовы совершать удивительные поступки для животных. Да, я слышала. В одном из небольших городов зелёные пробрались ночью в зоопарк и выпустили всех животных на волю. А некоторые ещё и покормили. А кого покормили? Любовь и медведя. Правда, это было самообслуживание. Ну как, первая песня? Понравилась? Ой, замечательно. Вот всё-таки какие удивительные люди живут рядом с нами. Я видел в новостях историю о человеке, настоящем богатыре, который смог сам одновременно унести 400 килограмм алюминиевых болванок и два мотка 100-килограммовой медной проволоки. Ничего себе. И где этот силач? В тюрьме. Отбывает срок за кражу цветных металлов. А вот я в институте училась с парнем, который мог в уме перемножать шестизначные цифры. Гений? Нет, просто он экономил на покупке калькулятора. Удивительная песня. Я вот как-то раз была в Казахстане на свадьбе, так там один акэн пел 12 часов подряд. Вот это удивительный талант. Ой, Алсу, да ты просто не видела, сколько поёт Киркоров за двойной гонорар. Кстати, я заметила в последнее время, что Филипп постоянно подшучивает над тобой, а над собой нет. Я знаю, почему он не шутит сам над собой. Почему? Зная характер Филиппа, он себя побаивается. Ты знаешь, у меня есть друг, как у него удивительный талант. Он за вечер может в клубе перезнакомиться с 30 девушками. Ловелас. Да нет, просто после минуты общения с ним девушка не выдерживает и сбегает. Коль, скажи, а при знакомстве с девушками твоя популярность больше помогает или мешает? При знакомстве помогает. А вот когда через день меня начинают искать, мешает. Обожаю эту песню. Знаешь, Алсу, перед нашей программой были новости. Видела рассказ об одном интересном человеке. Оказывается, он говорит свободно на 50 языках. Полиглот? Нет, он просто выучил одно слово свободно, но на 50 языках. А я читала, что в джунглях Индонезии живет племя, в языке которых всего 5 слов. Слушай, я когда ремонт делала, у меня, видимо, все строители были из Индонезии. Потому что они все объясняли только пятью словами. Сплошная Индонезия. Спасибо. Вот многие мужчины считают удивительным, когда женщины хорошо разбираются в компьютерах. Они просто завидуют. У меня подруга есть. Она может взломать любой пароль на любом компьютере. Хакер. Нет, нет, она просто мужу не доверяет и все. Да, пароли нужно сложные придумывать. Я, например, всегда оставлю в качестве пароля год своего рождения. Лом, ты что, это же очень простой пароль. Его любой подберет. Нет, Усу, не любой. Я оставлю тот год рождения, который бы мне хотелось иметь. Вот последний раз поставила двух тысяч. Поверили? Ага. Ну что ж, вот и подошла к концу наша передача. Но это не значит, что закончились удивительные люди и явления. Действительно, ведь пока в нашей стране есть футболисты и строители, нас всегда будет кому удивить. Пока люди верят в снежного человека, гадания по руке и прочую хиромантию, мы всегда будем чему-то удивляться. И пока вместе собираются Басков, Лолита и я, вам всегда будет с кем провести субботний вечер. До встречи через неделю на телеканале «Россия» в программе «Субботний вечер». Пока! Пока! Пока!